Садхуру, многие люди говорят, что нас создал Бог. Что вы об этом думаете? Очевидно, что не вы сами создали себя. Это совершенно точно. Наши представления о Боге могут варьироваться от культуры к культуре. У разных людей по всему миру разные представления об этом, разные верования. Но почему мы пришли к этой идее? Все мы вышли из чрева матери. И новорожденный смотрит на мир вот так. И спрашивает, что это вообще такое? Такое огромное мироздание. Вы видели у него в глазах одни вопросительные знаки? Что, что, что? Так много всего. Кто все это сделал? Естественно, сначала он смотрит на свою мать. Да, мать дала жизнь вам, но она не может дать жизнь планете. Затем вы смотрите на своего отца. Да, очевидно, что он не мог сделать всего этого. Затем вы посмотрите на других взрослых вокруг. Но похоже, что ни один из них не способен на это. Тогда, поскольку мы люди, мы скажем, там наверху восседает большой человек. Он делает все это. Простите, дамы, но это мужчина. Поскольку мы люди, мы думаем, что там наверху большой человек. Но факт в том, что не мы создали это, не так ли? Не это и не это. Не мы создали это. Мы вторгаемся в мироздание. Мы вторгаемся и вмешиваемся в него, но не мы его создали. Это точно. Так что нам нужно объяснение. И у вас есть выбор. Вам нужно объяснение или вы готовы искать? Если вы ищете, то вы придете к определенной внутренней ситуации. Если вы соглашаетесь с объяснением, которое кто-то вам дает, единственный выбор — либо верить ему, либо нет. Если вы будете верить, то вы обретете уверенность. Это не принесет вам ясности. Это даст вам уверенность. Если вы не будете верить, то окажетесь в замешательстве. Если вы в замешательстве и при этом радостны, это замечательно. Но большинство людей не знают, как радостно справляться со своим замешательством. Когда они в замешательстве, они делают себя несчастными. Но самое чудесное в человеческом интеллекте — это распознавать. Я не знаю того, чего не знаю. Вы верите в то, чего не знаете. Это серьезная проблема. Мы совершали ужасные поступки по отношению друг к другу. Просто потому, что я верю в это, а ты веришь в другое. Даже сейчас мы продолжаем делать так по всему миру. Разве нет? Поскольку я верю во что-то одно, а ты во что-то еще. Если я оставлю тебя в живых, моя вера пострадает. Будет лучше, если ты умрешь. Да. Поскольку ты веришь, что истина — это одно, а я верю, что истина — нечто другое. Тогда мы не можем жить рядом. Мы можем какое-то время притворяться. Но когда дойдет до реальных разногласий, мы не сможем ужиться. Почему это так сложно? Если ваш интеллект действительно работает, вы должны быть способны видеть, что я не знаю того, чего не знаю. Не так ли? Разве это не по-человечески? Разве не прекрасно осознавать, чего не знаю, того не знаю? Что здесь такого? Если вы осознаете, что «я не знаю», тогда «я не знаю» — это невероятная возможность. Только когда вы осознаете «я не знаю», возможность познания становится реальностью. Если вы осознаете «я не знаю», тогда жажда познания, поиск и возможность познания становятся живой реальностью. Если вы верите в то, чего не знаете, тогда вам нужно находиться только среди таких же, как вы. Если вы с людьми другого типа, то либо они должны исчезнуть, либо вы. Вот и всё, к чему это приведёт. Мы должны прийти к этому, потому что интеллект человека функционирует наилучшим образом, когда он не знает. Если же я буду думать «я знаю», я стану глупым, потому что у меня будут выводы обо всём на свете. Если я осознаю, что не знаю, интеллект включится на полную, не так ли? Вы хотите поддерживать свой интеллект в работающем состоянии или отключить его? Вы бережёте его для чего-то другого? Нет, я хочу знать, потому что именно так это и выглядит. Очень многие берегут его для чего-то другого. Нет, он нужен вам здесь. Если он нужен вам здесь, пожалуйста, посмотрите. Когда вы осознаёте, что «я не знаю», вы становитесь очень осознанными, очень бдительными. Это так? Когда вы думаете «я знаю», вы совершаете самые глупые и идиотские поступки, ужасные поступки. Да или нет? Когда вы действительно видите «я не знаю», вам не нужно ни с кем сражаться. Вы ни с кем не конфликтуете, не так ли? Я знаю, это всегда борьба. Итак, в югической культуре есть феномен. Я называю это феноменом, потому что сегодня, в этот вечер, вы можете не понять того, о чём я говорю. Но если вы вложите в это определённое количество времени и энергии, вы поймёте. Мы отождествляем себя с нашим неведением, а не с нашими знаниями, потому что, не имея значения, сколько вы знаете, если вы прошли все библиотеки на планете, всё равно то, что вы знаете, незначительно в этом мироздании. Не так ли? Да? Но ваше неведение безгранично. Да или нет? Так что, если вы отождествлены с вашим неведением, вы будете безграничным человеком. Если вы отождествлены с вашими знаниями, вы станете человеком-запором. То есть, всё будет происходить по чуть-чуть. Вот как сейчас происходит жизнь. Это происходит по чуть-чуть. Жизнь не происходит прекрасно. Нужно понемногу прилагать усилия, чтобы найти момент радости в чём-то. Приходится делать много всего, чтобы испытать одно мгновение экстаза. Если вы хотите, чтобы экстаз просто пропитывал каждую клетку вашего тела, каждое мгновение вашей жизни, тогда вы должны отождествиться со своим неведением. Вы должны смириться со своим неведением. Если вы смиритесь со своим неведением и будете уделять достаточно внимания, если вы в неведении, то вы естественным образом будете уделять внимание. Не так ли? Если вы уделите достаточно внимания, то увидите, что со всеми научными знаниями, которыми мы обладаем, мы всё ещё не познали ни одного атома во всей его полноте. Мы знаем, как использовать атомы, как их расщепить, как объединить атомы. Мы знаем, как заставить их взорваться. Но мы не знаем, что это, чёрт возьми, такое. Даже сегодня. Да или нет? Так что, если вы уделите достаточно внимания, вам станет совершенно ясно, что вы не знаете ничего. Он спрашивал об этом. Это всё, что я сделал, когда мне было 4-4,5 года. Внезапно я понял, что я ничего не знаю. Если мне давали стакан воды, я просто смотрел на воду, потому что я не знал, что такое вода. Я знал, как её можно использовать, но я не знал, что такое вода. Даже сегодня вы не знаете, что это такое. Если я находил лист растения, я просто смотрел на него 4-5 часов подряд. Если я садился в кровать, я смотрел в темноту всю ночь. Мой дорогой отец, будучи врачом, начал думать, что у меня... что мне требуется психиатрическое обследование. Мальчик просто таращится на всё подряд, не отрываясь. Моя проблема была в том, что если я смотрю на что-то, я по-прежнему не знаю, что это такое, и поэтому не способен приключить своё внимание на что-то другое. Стоит мне просто посмотреть на что-то, я просто продолжаю на это смотреть, потому что я всё ещё не понимаю, что это такое. Так что если вы уделите достаточно внимания, эта Вселенная открывает свои двери только тем, кто уделяет достаточно внимания. Какая бы дверь ни открылась для вас в вашей жизни, она открылась, потому что вы уделяли внимание этому измерению жизни. Да или нет? Это работает только так. Если же ваше внимание таково, что оно ничего не ищет, вы просто внимательны. Вы не решаете, что слон важнее муравья. А вы просто обращаете на всё внимание, потому что такова природа мироздания. Если вы посмотрите на муравья, вы уделяли достаточно внимания муравью. Я провёл с ними немало времени. Поверьте мне, это одна из лучших машин на планете. Да или нет? Если бы у вас была подобная машина, вы могли бы без особых усилий преодолеть все калифорнийские пустыни. Вот насколько это прекрасная машина. Это не что-то простое. Если вы уделите достаточно внимания муравью, вы поймёте, что тот, кто создал этого муравья, уделил ему не меньше внимания, чем вам. Да или нет? Тогда кто вы такие, чтобы решать, кто заслуживает больше внимания, а кто меньше? Просто вам нужно оттачивать свою способность обращать внимание. Не на какую-то конкретную вещь, а просто уделять внимание. Если вы уделяете достаточно внимания, правда ли, что несмотря на то, что вы даёте телу пищу извне, оно было создано изнутри? Да? Тогда, что бы ни было источниками раздания, оно функционирует изнутри вас, не так ли? Это так? Так что, когда вы не знаете, что является природой источниками раздания... В Индии у нас есть много слов. На английском языке в этой части мира вы можете называть это Богом. Это просто ваше объяснение источника мироздания, не так ли? Поскольку у вас нет объяснения для творения, вы говорите, что его создал Бог. У нас есть тысячи имён для этого. Да? Но, по сути, мы пытаемся объяснить источник мироздания. Верно ли, что, по вашему опыту, источник создания этой жизни действует изнутри вас? Если это работает изнутри вас, если оно где-то там, и вы это пропустили, это ничего. Если же это происходит изнутри вас, и вы пропустили это, разве это не трагедия? Да? Если внутри вас пульсирует источник мироздания, а вы его не заметили, разве вы не трагедия? Так что вся моя жизнь и работа состоят в том, чтобы люди избежали этой трагедии. Спасибо. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ